Оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан в этот понедельник началось исключительно вовремя и в срок. Хабиров был необычайно весел, оптимистичен и естественно начал с подведения итогов выборов президента Российской Федерации на территории Республики Башкортостан. Во первых строках Ради Фаритович заявил, что явка на выборы президента России в Республике Башкортостан превысила 83%, а за Путина из этих 83% проголосовало более 90%. Забегая вперед, скажу, что практически 91%. По крайней мере это сказал Хабиров. Процитирую Ради Фаритовича. «Невероятная консолидация, которой вся страна ждала и весь народ наш ждал». Вот так вот Хабиров живописал атмосферу на выборах и вообще вот этот вот процесс, который почему-то в России считается выборами. Честно говоря, как-то не очень понятно. Как-то непонятно и не конкретно сформулировал Ради Фаритович эту ситуацию. Откуда, из каких далей эта загадочная консолидация вдруг нагрянула и за каким лешим ее так долго ждал российский народ. Непонятно. В общем, Ради Фаритович, конечно, воспользовался русским языком в данном случае не очень корректно. Похоже, опять на нос читал конспекты Владимира Соловьева или что-нибудь похлеще. Подытожив выборы в Башкирии, Хабиров и вовсе сказал, что, цитирую, «впереди у нас шесть прекрасных созидательных лет». Конец цитаты. Тут, конечно, сложно не согласиться, потому что если Хабирову удастся усидеть в кресле главы Республики Башкортостан, то впереди у него как минимум еще четыре с половиной прекрасных года, в которые он может продолжить то, что он делал с Республикой последние пять лет. И, видимо, ему это продолжает нравиться. Насколько эти шесть лет будут прекрасными для нас с вами, как говорится, покажет время, но оснований полагать, что они будут сильно лучше тех, что предшествовали, им как-то не находится. Далее, сразу же для закрепления вот этих смутных формировок и каких-то совершенно нелепых выражений, которыми пользовался Хабиров, на сцену был выпущен новоявленный председатель Центральной избирательной комиссии Республики Гелемханов Азад Булатович, который подтвердил сказанное Хабирову. Он еще раз сообщил, что явка на выборы президента в Республике составила 83%, а за Путина проголосовало без малого 91%. Гелемханов с тревогой сообщил, что на одном из участков Башкирии, не указав на каком, даже произошел какой-то возмутительный инцидент. Вернее, он собирался вроде как произойти, но не произошел. Какая-то злонамеренная персона собралась вылить в избирательную урну «Зеленку». Но героические действия членов избирательной комиссии и правоохранительных органов не допустили такого инцидента и не допустили, как выразился Гелемханов, воспрепятствование праву граждан на свободные выборы. В общем, спасли выборы. «Зеленка» не пролилась в избирательную урну, и 91% голосовавших отдали свои голоса Владимиру Путину. Комментировать подобные заявления, подобные проценты, конечно, чрезвычайно сложно. Даже я, человек, в общем-то, пессимистически настроенный и более или менее понимающий степень безумия башкирских властей, не ожидал подобного результата. Я все-таки думал, что явка будет где-нибудь там, ну, 80 под 80, но меньше 80, а за Путина они нарисуют, ну, процентов где-нибудь 85. Но не смогли. Дрогнула рука, вывела цифру 91. Честно говоря, в принципе, такие результаты труднодостижимы хоть в сколько-нибудь демократической стране, ну, так говорит практика, история. Не бывает такого. Говорить о стране как о недемократической, ну, в принципе, конечно, наверное, это риторическое рассуждение, но вот эти вот 91% за Путина, это, конечно, уже за гранью добра и зла. Напомню, что в прошлом цикле Путин набрал 77%, и это вызывало массу сомнений, но теперь, значит, вот 91. Отмечу отдельно, что Башкирия, да, расстаралась, и в среднем результат по стране поменьше, но мы понимаем, что Хабирову, как говорится, обратной дороги не было, и результат на выборах, как явка, так и процент за Путина, для него был некоторым индикатором его годности на будущий срок, вопрос о котором все еще остается открытым. Мы чуть позже поговорим о усилиях, которые предпринимает дорогой Ради Фаритович, чтобы остаться на своем посту, но результаты выборов и то, как они проходили в регионе, конечно, ключевой момент по части того, как, когда зайдет разговор оставлять Хабирову или не оставлять, нас с вами, в общем-то, тут точно уж теперь никто спрашивать не будет, дадут ли ему там 83 или 91 процент набрать, это уже на самом деле технический вопрос, но будет решаться вопрос оставлять нам Хабирова или нет. Хабиров сейчас набрал максимум возможных очков, 99 за Путина он не мог нарисовать, потому что это уже занято Чечнёй, соответственно, ну вот ему дали коридорчик где-то от 88 до 93, он выбрал 91. Не знаю до конца даст ли это все-таки индульгенцию Хабирову на выборы в сентябре, но повторюсь, что вероятнее всего нас-то с вами как раз об этом уже и не спросит. Далее Хабиров рассказал, зачем он все-таки ездил в Москву на прошлой неделе. Но перед тем, как он объяснил свою поездку в предвыборные дни в столицу нашей Родины, он как-то очень многословно и подробно остановился на восхитительном, неимоверном уровне инвестиций в основной капитал башкирских предприятий. Судя по всему, это было прелюдией и в Москве, и вот на этом оперативном совещании правительства в понедельник. По утверждению Хабирова и со слов министра Шильдяева, в 2023 году основные средства предприятий Республики Башкортостан пополнились аж на 620 миллиардов рублей. Ну что на самом деле вдвое превышает бюджет Республики Башкортостан. Вот такую цифру он «Ничтоже сумнешься» называет. То есть, конечно же, такой рост инвестиций в основной капитал предприятий – это абсолютно феноменальная цифра. Ну, позавидуют любые развитые экономики. И вообще-то подобные инвестиции должны давать хоть какой-то видимый результат. Ну, как минимум, например, улучшение уровня жизни населения. Потому что развитие предприятий, тем более такими масштабами, то есть по два бюджета региона в год, конечно же, должно давать и рабочие места, и повышение зарплаты, и повышение налогов и так далее, и так далее, и так далее. Всего этого мы не наблюдаем. Налоговая база в Республике повышается, налоговые сборы понижаются. Вот удивительный экономический феномен, который, собственно, Хабиров, конечно, пояснит не то, чтобы не в состоянии, а не берется вовсе. Но, тем не менее, надо же чем-то гордиться, и он гордится вот этими цифрами. Никак проверить их невозможно на самом деле. Вот назвал человек цифру 620 миллиардов рублей, верьте в нее и все. И далее Хабиров перешел к своей поездке в Москву, а в Москве Хабиров добился аудиенции у могущественного и старейшего друга и соратника Владимира Путина Сергея Викторовича Чемизова, ныне руководителя госкорпорации Ростех. К слову сказать, у Ростеха в Башкортостане обширные интересы. Имеется аж 13 крупных промышленных предприятий, и Хабиров во время аудиенции у Чемизова предложил всячески способствовать со своей стороны открытию 14-го предприятия Ростеха в Республике Башкортостан, крупнейшего литейного завода на базе стерлитоматского машестроительного завода. Там планируется крупнейшее в Российской Федерации производство по отливке станин для промышленных станков. Хабиров обещал Чемизову, что власти Республики Башкортостан, и он лично ради Хабиров предпримут все мыслимые и немыслимые усилия для того, чтобы Ростех уже в 2026 году получил готовую производственную площадку для создания вот этого уникального предприятия. Что в ответ Хабиров просил у Сергея Чемизова, естественно, он нам не сообщил. Но, по-моему, и так ясно. Ясно и то, что еще одно промышленное предприятие украсить своими трубами и, прямо скажем, нецелебными выбросами экологию стерлитомака. Ну, своеобразный такой подарок жителям города стерлитомака за их единение вокруг национального лидера и феноменальный высокий уровень явки на выборы. Удалось ли Хабирову заручиться в поддержке Сергея Чемизова настолько, что это снимает вопрос перевыборов Хабирова в сентябре 2024 года, мы пока не знаем. Функционально Чемизов, конечно, может стать крышей Хабирова, может стать его покровителем и может решить вопрос в Кремле, чтобы Хабирову дали зеленый свет на второй срок в Башкортостане, но мы, повторюсь, не знаем, хочет ли это Сергей Чемизов. Дело в том, что его влияние достаточно, чтобы и без всякого Хабирова открыть здесь литейный завод, и, в общем-то, Хабиров не то чтобы не посмеет ему воспрепятствовать, он еще и будет помогать изо всех сил. Так что мы не знаем, заинтересован ли Сергей Чемизов в Хабирове лично, но мы это узнаем, как я уже говорил, где-то к середине лета. Кроме всего прочего, у Хабирова еще остается проблема с Ильдаром Юлановым, который сидит в СИЗО, и велика вероятность того, что если следствие будет стараться, то там откроются неприятные вещи по Башкиров-Тодору, но тут тоже у Хабирова есть определенный оптимизм, потому что найдена некая схема минимизации ответственности Юланова и, в общем-то, закрытие этого такого неприятного разбирательства в обмен на некие преференции для коммерческих структур, которые хотят получить некие активы, а именно активы Башкиров-Тодора, и ими попользоваться, видимо, в своих интересах. Тут детали пока не раскрываются, мы знаем уже пару фамилий. В ближайшее время, когда будет больше информации, мы поговорим об этом поподробнее, но и на этом поприще Хабиров не сидит на месте, ищет выход и ищет спасение из этой неприятной ситуации с Башкиров-Тодором. Далее перешли к текущей ситуации, обсудили ситуацию в ЖКХ и на дорогах. Ирина Александровна Голованова сообщила, что за минувшую неделю было только две значительные аварии с отключением коммунальных услуг более чем на 8 часов в Стерли-Тамаке и в Уфе, а также 30 технических инцидентов в городе Уфа, в которых пострадали 130 многоквартирных домов. Мы начинаем привыкать к этой статистике, что в неделю отключение пару сотен многоквартирных домов от воды, света, газа или еще чего-нибудь, часов на 6-7 или 7,5, вообще-то считается нормой, и никаких проблем с этим нет. Отдельно Голованова многословно, чрезвычайно многословно и восторженно описала свое общение с ассоциацией ландшафтного дизайна. Ну, как, собственно, поручил ей на прошлой оперативке Хабиров, он ей строго сказал, вот такая замечательная есть ассоциация ландшафтного дизайна, давайте-ка поучитесь там цветочки высаживать. В общем, Голованова минут 7-8 большую часть своего доклада рассказывала, как она прекрасно, значит, нашла общий язык с этой ассоциацией, как теперь у нас будут ровно и правильно высажены цветочки в республике Башкортостан. Иных проблем с коммунальными услугами, в общем-то, у нее нет. Александр Владимирович Калибанов в заунывной манере, ему присущей в полной мере, сообщил о том, что за минувшую неделю у него случилось 29 ДТП, в которых пострадало 35 человек и погибло 9. Количество погибших неуклонно растет как в текущем году, так и по отношению к статистике прошлого года, уже 63 человека погибло в этом году, что на целых 25 больше, чем в прошлом году. То есть, того и гляди, Калибанов этот показатель может удвоить. Не помогают ни камеры, ни его титанические усилия по всевозможному регулированию дорожного хозяйства, ничего из этого не помогает. Калибанов не может понять, что это и не поможет. Впрочем, Хабиров никак не реагирует на рост смертности на дорогах республики, видимо, уже рукой махнул. Уточнил Хабиров, впрочем, у Калибанова, почему там было, значит, на площади при выдаче автобусов не 250, а 160, но Калибанов заверил, что все остальные тоже точно ради форита чего-то прямо 100% зуб дают, доехали до, как говорится, получателя. Но мы не можем этого проверить. Мы помним этот казус, когда было обещано вручить 250 автобусов, но вручилось почему-то 160. Ну, с кем не бывает. Подумаешь, откатилось куда-то 90 автобусов. А еще на оперативном совещании был любопытный доклад все той же Головановой о модернизации коммунальной инфраструктуры. Вообще в России давно и упорно говорят о том, что коммунальная инфраструктура находится на грани катастрофы. Называются разные цифры, которые выводят эксперты по разным параметрам. Я слышал и 70, и 80, и 90% износа коммунальной инфраструктуры. Мы слышали из уст башкирских чиновников о том, что обновление коммунальной инфраструктуры идет темпами 5-6% в год. То есть замена идет только вот такого количества. То есть несложно посчитать, что полная замена инфраструктуры ЖКХ требует примерно 20 лет. При том, что изначально замененная уже тоже устареет к моменту завершения этого цикла. То есть это почти бесконечный процесс. Так вот, Голованова утверждает, что уровень износа башкирской инфраструктуры сетей ЖКХ составляет 54%, при том, что в Российской Федерации средний износ сетей коммунальных составляет 60%. Но это тоже со слов Ирины Александровны. Интересные статистические данные дала Голованова. Она сообщила, что в Башкирии есть 4 тысячи километров сетей теплоснабжения, 16 тысяч километров сетей водоснабжения, 4 тысячи километров сетей канализации. Обратите внимание, что сетей водоснабжения в 4 раза больше, чем сетей канализации. Нельзя делать, конечно, прямого вывода, что у нас в четверо меньше людей обеспечены канализацией, но количество людей, обходящихся туалетами во дворах, конечно, колоссальное в Башкирии. И вот эта цифра косвенно это подтверждает. А еще есть у нас в Башкирии полторы тысячи котельных, 77 очистительных сооружений канализации, 420 водозаборов и 517 центральных тепловых пунктов. Ну, вот такое вот хозяйство у Головановы, которое она неумолимо собирается модернизировать. А именно в 2024 году она собирается модернизировать коммунальные объекты в 9 населенных пунктах. Только в 9. Котельная в Училах будет построена. Котельная в селе Краснохомске будет реконструирована. Также будет производиться ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в Уфе. Голованова не уточнила ни адресов, ни объектов. Просто абстрактно вот так вот обозначила. Планируется реконструкция канализации в селе Петровское. Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в Стрелитомаке и Нефтекамске. Еще раз обращаю ваше внимание, никакой конкретики за этими топонимами не было. То есть она не говорила ни улиц, ни названий объектов, ничего. Причем Голованова сообщила интересную финансовую схему. На ремонт сетей берется специальный казначейский кредит. То есть вот те деньги, которые мы платим за жилищно-коммунальное хозяйство, в эти платежки, причем включены всевозможные платежи на ремонт и так далее, вот они задействованы не будут. Она берет кредит, ну, понятное дело, под проценты. Берет она ни много ни мало, а 3,5 миллиарда рублей, из которых 1 с небольшим миллиардом будут истрачены в Уфе на коммунальную и жилищную инфраструктуру. И почти 2,5 миллиарда будут истрачены на реконструкцию напорного коллектора и очистных сооружений в Нефтекамске. Довольно странная пропорция, да, всего миллиард на Уфу и 2,5 на Нефтекамск. Соотнесите население, ничего не понятно. Также Голованова сообщила, что в рамках нацпроекта «Чистая вода» доля жителей республики Башкортостан, имеющих доступ к качественной питьевой воде, составила 89,7%. В 2024 году эта доля будет доведена до 0,99%. Я не знаю, совпадение это или не совпадение, но Голованова назвала цифру ровно ту, которую дали избиратели Башкортостана, по мнению Хабирова, за Путина. 0,99%. Вот столько граждан Башкирии будут обеспечены чистой питьевой водой. Может быть, это за активность на голосовании, может быть, еще как-то, а возможно, это просто совпадение. Еще Голованова озвучила цифры инвестиционных программ, которые реализуют ресурсоснабжающие организации. Вот эти все. Уфаводоканал, БашРТС, Башкирская генерирующая компания, МУП УИС, Теплоэнерго города Октябрьского. Вот эти вот компании в 2024 году уже из денег, внесенных в оплату за их услуги, затратят на реконструкцию собственного хозяйства примерно 2,8 миллиарда рублей. Много разговоров и много копий сломано вокруг вот этих инвест-программ ресурсоснабжающих организаций. Очень много было подозрений в злоупотреблениях именно на поле реализации вот этих проектов. И я думаю, что впереди еще немало будет сломано этих копий, и немало будет откопано всевозможных скелетов в шкафах по поводу вот этих денег. Уж очень большие суммы мелькают в жилищно-коммунальном хозяйстве, уж очень незаметно улучшается эта инфраструктура, но деньги ежегодно тратятся гигантские. Например, та же самая Голованова в 2024 году намеревается освоить вот эту реконструкцию, и вот на этом достаточно скромном списке ее намерений, которые я зачитал, аж целых 10 миллиардов федеральных рублей. Вот такая вот у нее перспектива. Там, конечно, глаза горят. Мы сами понимаем, что у нас существует некая устоявшаяся система коррупции и хищения денег в системе государственных закупок. Тут, конечно, ножницы щелкают, и зубы, видимо, тоже щелкают у многих. 10 миллиардов, плюс добавьте туда 3,5 миллиарда того самого казначейского кредита, плюс туда добавьте 2,8 миллиарда вот этих вот инвестиционных программ, ну и того на круг больше 16 миллиардов рублей получается. Согласитесь, пирог вполне себе наваристый и жирный. Хабиров выслушал Голованову, выделил факт того, что Белорецк не числится в списке городов и муниципалитетов, которые подвергнутся хоть какому-нибудь улучшению по части жилищно-коммунального хозяйства. Действительно, в Белорецке просто катастрофа этой зимой была с отоплением, и, видимо, на будущий год будет не лучше. Но Голованова там как-то вялого сообщила, что так как ей не удается привлечь туда федеральных денег, видимо, они будут использовать деньги республиканские, какие она не уточнила, что-то там лепетало про РАИП, но это, как говорится, все пока не точно. Пока Белорецк остается за бортом вот этой грандиозной реконструкции, которую затеяла мадам Голованова. Завершая оперативное совещание, Хабиров осторожно, очень осторожно, пару раз сам себя поправляя, анонсировал открытие восточного выезда. То ли в конце этой недели, то ли до 1 апреля, то ли, ну вот, буквально вот-вот-вот. Посетовал Ради Фаритович на то, что ему обещали и в декабре, и в январе, и в феврале, но никак не получалось, но уж к 1 апреля, к дню смеха, как говорится, обязательно откроем мы восточный выезд. Тут случилась интересная штука. Хабиров, видимо, не до конца владеет ситуацией, как и во многих вопросах. Он тут же с места стал спрашивать, будет ли бесплатный период пользования восточным выездом, или сразу, как говорится, влупят счетчик. И тут мнения неожиданно разделились. Колебанов сказал, что да-да, мы там сделаем недельку бесплатного периода. Впрочем, Алан Марзаев ему возразил, что делать этого не нужно, потому что о том, как говорится, будем плохо выглядеть, народ привыкнет, потом будет ворчать. Не знаю, какие мотивы у обоих, но, тем не менее, они в прямом эфире заспорили, и пока, видимо, не пришли к единому мнению. По сути, одна неделя бесплатного периода, конечно, ничего не решает. Давайте же врубайте на полную оплату, но посмотрим. Я намереваюсь где-нибудь через месяц после запуска восточного выезда, когда уже все поймут, как это работает, поехать и посчитать машины. Реально, сколько проходит там машин в час. Сейчас поставим камеру, это несложно, потрудимся, посчитаем и посмотрим, какова арифметика доходности, прибыльности и вообще рентабельности этого чудо-объекта. Вообще, Хабиров, конечно, очень гордится восточным выездом, но тут, конечно, возникает вопрос, можно ли у нас в России, в нынешней ситуации, считать достижением строительства платной дороги. Ну, честно говоря, до конца этот вопрос непонятен. Я не могу ответить однозначно, достижение ли это. В принципе, конечно, строительство любых дорог, проездов и коммуникаций это достижение. Но построить на какие-то странные консессионные, инвестиционные деньги дорогу для того, чтобы эти консессионеры и инвесторы долгими десятилетиями взымали плату с города, а мы помним схему, да, тут, в общем-то, не будет так, что вот сколько там проехало машин, столько упало в карман инвестора и консессионера. Нет. По соглашению город или республика, я не помню точно, но в любом случае бюджет обязан отчислять им определенную сумму каждый год. Неважно, сколько машин проедет через этот тоннель. И вот если по нему не будут ездить люди, ну, массово, в большом количестве, в количестве окупающим вот это все, то тогда получится так, что республика выкупает никому не нужный объект вот у этих консессионеров. Они как раз защищены полностью. Они эти деньги точно получат, причем с очень большой маржой. Тут у них вообще проблем с этим нет. А вот когда мы с вами, налогоплательщики, вернем те деньги, которые бюджет республики отдаст консессионерам, тут большой вопрос. Вот мы посчитаем машины, посмотрим и вместе с вами придем к выводу, сколько автомобилей там прошло в час, в два в сутки. Посчитаем, умножим, разделим, проследимся, либо возрадуемся тому, какую прекрасную доходную штуку нам построил дорогой Ради Фаритович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова